нифигасе у тебя драндулет приготовься опаньки давай давай сюда сейчас мы его сбросим нет не сбросим бежим 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 пока а вот эта штука сработает нет не сработает елы-палы что делать-то он повернул хорошо он повернул он повернул надо залезть как-то так залезли пошел вот так теперь я за руль поехали нет это за это как ехать-то на тебе он тачку забрал опять куда ты ее дел а понятно может ее как-то разобрать стой подожди подожжем давай попробуем нет это не помогло где вот эта штучка это тоже не поможет надо бежать надо бежать оба повернулись перед нами залезть нужен 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 уже догоняли есть черт колесо не очень удачно мяч из меч ломается не сломался я ох ты какой он сверху какую-то ступень типа типа лобового стекла сделал ну давай-давай-давай линка догоняй блин не залез у него машина не поворотная он может развернуться грамотно а у меня сила кончается то что чтобы сделать так меч сломался давай его подожгем готов почти ушатал его где он там он еще какие-то он еще выше разобрался да нет слез нифига себе он нитро поставил бежим 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 скорее 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 готов я его тачку заберу нафиг у него крутая машина козявка недоделанная не мог стоять на месте сражаться честно на месте стоит и тупи не раздавил на своей тачке ладно в любом случае с меня на сегодня хватит слушать сюда я уже нашел здесь много руин я следил за тобой ты управляешь големом этой своей ультра рукой я пойду в юго-западный старый рудник и заполучу такую же силу как у тебя и вызову конец света вместе с его темнейшества и даже не думай преследовать меня на фига ему автосборщик если он вот так вот может призывать транспорт как бы понятно что он долго-долго собирает и если я сломаю его транспорт он потом долго-долго опять будет собирать ну как бы огромный заварок о сто штук я наконец-то доделаю свою первую батарейку у меня будет три ячейки теперь в ней она будет полноценная спасибо что прогнал нарушителей я тихонько подслушал ваш разговор думаю юго-западный старый рудник которому он направляется это на самом деле герутский старый рудник как и старый центральный рудник он находится там где раньше активно шла добыча и переработка горных пород отсюда до герутского старого рудника можно добраться если следовать за каменными статуями но для начала проще ориентироваться на свет видите его там кстати пока вы не отправились в путь я бы хотел кое-что вам вручить там стоит мой соратник поговорите с ним пожалуйста окей пакете про тот рудник который он говорит я там был и меня оттуда послали сюда в центральный рудник скорее всего это про то место говорится спасибо что прогнали нарушителей я прятался чтобы меня не нашли как бы то ни было так как вы смогли раздобыть реконструктор для начала я дам вам эту плитку с чертежом плитка с чертежом каменная плитка на которой нанесен чертеж например машины за най изображенное устройство можно собрать с помощью реконструкции все я понял я понял почему меня и другие роботы посылали сюда они хотели мне дать чертеж но так как у меня не было реконструктора они меня посылали в центральный рудник теперь вы можете создать еще один предмет с помощью реконструктора позвольте подготовить необходимый материал чтобы вы смогли опробовать плитку с чертежом давай конечно же давай с помощью плиток с чертежами можно воспроизводить предметы которые вы еще ни разу не создавали пожалуйста пользуйтесь ну давай ну чё ё-моё за дела почему руля то нет хотя он тут в принципе не нужен можно вот сюда параплан поставить и мы полетим полетим к корню кстати а что там он наверху вот это вот что это такое там статуя какая-то наша задача сейчас это отсюда слететь на наше новопостроенном планере вот сюда его шлепаем он что-то пока не катится надо его завести полетим мы в сторону корня вон того мы сейчас его активируем и давай назад не прилетели корень ну-ка радат корень активирован и знаешь когда он активировался открылась карта я кое-что увидел смотри место со старой картой я ранее в какой-то серии находил старинную карту с меткой клада и надо бы туда сходить но туда далековато добираться капец как блин конечно на планере туда не долететь нам вроде бы в ту сторону надо да да в ту сторону так то тут близко был бы здесь мой бессмертный конь на нем бы вообще ези долетели а что там он такой вот так ого какая-то постройка и статуя ну ладно с этим мы потом разберемся благо корень мы активировали сможем сюда телепортнуться в любое время а сейчас мы телепортнемся вот сюда сейчас мы узнаем что вот этот вот голем хотел нам дать в прошлый раз я обнаружил незарегистрированную плитку с чертежом поэтому я дам вам новую плитку так 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 боевой огнеметатель новый чертеж был сохранен в реконструкторе это как я также приготовлю нужные детали чтобы проверить работу реконструктора кстати вы знаете как использовать реконструктор если у вас не хватает деталей расскажи если при использовании реконструктора у вас недостаточно деталей нужный предмет не получится изготовить но если у вас есть зонары недостающие составляющие можно заменить зонарами они будут имитировать их форму и свойства имейте ввиду что это временное решение обусловленная с силой реконструктора поскольку детали исчезнут если разобрать созданный предмет их нельзя будет использовать для других целей тем не менее несмотря на ограничение это довольно неплохой вариант надеюсь он будет вам полезен о ну это здорово это вообще великолепно спасибо в принципе это хоть что то теперь давай попробуем наши конструктор собрать этого голема проверить угу крутой у меня теперь свой дрон есть личный его нужно только завести все поехал так 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 там он есть монстры вся посмотрим как вас не будет бороться слушай но поскольку здесь жарко они в принципе огня не очень бы хотят смотри как палит поджигает жестко и мой новый друган мой дрончик все с ними разобрался ты принципе батарейка уже села надо с ним за селфица вот так вот по моему отличная фотка давай теперь посмотрим что у нас тут в сундуке крупный зонара кристалл 20 обычных кристаллов заменяет уху-ху ну а теперь возвращаемся в дозорный форт кстати в комментариях мне писали что тут есть статуя с духатами которая говорит духаты духаты вот вот эта статуя и с ней можно взаимодействовать но прежде чем мы будем с ним взаимодействовать я джоша скажу что все нашлось все ништяк мечник ты выглядишь не так как раньше неужели это прикинь я нашел там вот такую штуку реконструктор это же с его помощью можно воссоздать какую угодно конструкцию и даже создавать чертежи значит все истории о храме заная в кавернах загадочной силе заключенной в нем правда если это правда то в материалах которые мы нашли в кавернах есть кое-что интересное секундочку посмотрим это не то это тоже нет а вот оно где держи мечник плитка с чертежом еще одну и что там воздушный шар благодарю памяти больше чем три ячейки оказывается это чертеж воздушного шара ведь так да да ты так получается с помощью него и реконструктора можно сделать такой воздушный шар верно в таком случае этот воздушный шар принадлежит робби но его надо починить как думаешь сможешь это сделать помощью реконструктора ох 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 не терпится увидеть его в действий подожди секунду мне нужно все подготовить мечник все готово пожалуйста покажи мне как работает реконструктор да вы задолбали я только что им пользовался всем покажи такое ощущение как будто я им шоу показываю ладно смотри тебе можно благодаря нее же я нашел реконструктор вот тебе воздушный шар ух ты воздушный шар как новенький так просто я ох самая настоящая загадочная сила которую не объяснить никаким современным технологиям про про робби джоша чё ты так раскричалась невероятно мой воздушный шар как новый именно этой древней силой умели управлять за на и никогда не думал что смогу собственными глазами увидеть действия этой силы спасибо тебе примета в знак моей признательности я оберегла это для особенного случая большой зонар спасибо я до сих пор так и не поняла что это судя по тому как она светится это точно что-то за найская так как ты можешь пользоваться силой за на и тебе это точно пригодится мечник значит в кавернах на самом деле была скрытая неведомая сила за на и я и дальше хочу работать на исследованием каверн может так я смогу разгадать тайну исчезновения принцессе зельды поэтому мечник если ты найдешь кавернах что-то интересное обязательно расскажи мне об этом загадка храма в кавернах выполнена что джоша хочет мне сказать еще мечник тебе что-то еще нужно да нет в принципе что ты говоришь там был кога главарь клана ига звучит опасно мечник дай мне успокоиться а то разговора не выйдет сюда пожалуйста девочка явно на эмоциях говоришь кавернах тебе встретился кога главарь клана ига клан ига опасная организация которая враждует с королевством хайрул главарь кога однажды уже хотел погубить тебя и принцессу зельду мечник он ведь опасен мне кажется нельзя пускать это на самотек кстати наверное он не просто так столь одержим принцессой зельдой может он что-то про нее знает мечник если ты собираешься заняться главарем когой тогда я продолжу исследовать каверны самостоятельно кстати в лесу времени что к югу от хайрульской равнины нашли пролом и новые каменные статуи и они отличаются от тех которые ты уже заснял на фотоаппарат и показал мне мечник целая вереница статуй ведет мимо храма реконструктора на юго-запад предположим что они тоже не просто так указывают в ту сторону тогда если оставить храм позади исследовать дальше в этом направлении можно обнаружить что-то интересное я также соберу побольше полезной информации о кавернах поэтому заглядывай сюда окай заглянуть чуть позже а теперь надо разобраться с духатами а где кстати робби 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 смотрит на воздушный шар ясно и у него квестик появился сейчас посмотрим с духатами чё тут как тут мечник ты как будто оцепенел что стряслось нравится этот странный камень и он нашли в кавернах кажется что на нем какая-то резьба а может он такой был изначально иначе говоря нам еще не удалось как следует его изучить но он меня очень интересует как только я закончу с текущим исследованием и обязательно им займусь блин знай о обратившийся ко мне я тот кто возвращает духа ты обратно в загробный мир где им и место принеси мне духа ты ибо эти духи чье место в загробном мире давай про духа ты узнаем что это такое все таки это жалкие сущности которые не смогли найти свой путь загробный мир и теперь облуждают по каверном добро и зло понятия порожденные ограниченными умами не применимы к блуждающим духом я вижу что ты уже нашел духа ты да я принес парочку парочку а чё я только один отдал да это действительно духат я вернул блуждающего духа туда где ему и место так как меня унесли на поверхность я больше не мог возвращать духа ты в загробный мир но благодаря тебе я снова выполняю свой долг вот возьми сгусток тьмы что такое неизвестная субстанция холодная на ощупь и наполненной тьмой составе блюда защищает от действия мне офигенная штука от миазмов защищает в благодарю если ты принесешь мне еще духатов я дам тебе соответствующую награду слушай но о туника тьмы за 150 можно купить одеяние от странной статуи полученная за духа ты она создана по подобию и напоминает зеленую тунику который когда-то носил легендарный герой кстати да действительно напоминает давай ее возьмем сделать подношение 150 духатов отдал тунику забрал сгусток наверное давай еще возьмем сколько ну давай 10 штук наверное это будет 90 не давай пятеру возьмем и вот бомба цвета они вот не всегда нужны прям капец как поэтому на все покупаю беру все ну вот я закупился отлично а все остальное нам как бы неинтересно мои братья чьи духи обитает статуях куда внушительнее моей ждут тебя в кавернах если ты встретишь моих братьев предложим духаты а где они дай мне 10 духатов и я скажу тебе где найти моих братьев у меня как раз 14 осталось давай болтай я принимаю твое подношение и покажу тебе где найти моих братьев кавернах ну так вот здесь вот совсем рядышком направь свои стопы в места что отмечены на твоей карте и найди заблудшие души для моих братьев кавернах хорошо ништяк круто обалденно сейчас поболтаем с джошу с робби про бирскажи что тут у какие думки спасибо что починил мой воздушный шар даже нет супер мега спасибо тебе как бы то ни было это твой реконструктор настоящее чудо когда-нибудь я обязательно изучу как можно поинтереснее применять его на практике кстати слушать сюда ты наверняка не знаешь но твой пураншет оснащен локатором для обнаружения святилищ чего не ну ну вы посмотрите на него ноль эмоций мог бы и удивиться ради приличия ты хоть знаешь кто обратил внимание на появление всех этих святилищ после катаклизма это был я я еще раз я единственный житель хайрула кто их вообще заметил и даже разработал локатор только я не могу настроить его в дозорном форте здесь нет должного оборудования поэтому нам с тобой нужно в институт по разработке пураншета то есть хатена в институт да научно-исследовательский институт где мы с пурой занимались разработкой пураншета там я смогу улучшить твой пураншет для начала включив функцию локатора если пойдешь на юго-восток на дальние границы восточной никлюды найдешь деревню хатена а на окраине хатена стоит необычное здание там и находится наш передовой институт ладно я пойду в институт не ведь еще нужно подготовиться к твоему визиту увидимся в хатена надеюсь очень скоро он еще и воздушный шар с собой захватил нифига себе потопал он говорит пойду я он полетел по моему о привет колобок ну чё-чё-чё-чё теперь мне нужно докупить батарейку где там наша карта возвращаемся наверх на великое вот вот на великий остров наконец-то теперь у меня две полноценных батарейки как долго я к этому шел капец ништяк осталось еще шесть таких батареек здесь возвращайся в любое время это будет очень долго и теперь нам нужно вернуться на великая плата где я был своей купальни которая теперь нету кто-то в комментариях написал что ее зельда разобрала и продала это кощунство не она на самом деле просто ее разработчики того ладно тут хоть вода целебная осталась надо в ней покупаться чтобы восстановить свое здоровье блин тут опять банан лежит ну-ка ради интереса попробую взять да ладно я же тебя уже мочил о их тут двое теперь получай один сгорел 2 часа отхватит вот где ха прям к этому давай и но бы на чё ты их не успел получил не но это какие-то дрищи они вообще ничего не могут все зато бананы принесли благодарю можно тупо сюда приходить за бананами на халяву выбивать их с них ну вот сейчас посмотрим что этот голем нам даст явно здесь что-то ценное потому что это мои покои ну раньше были мои покои там лук горит ну и фиг с ним пускай горит плитка с чертежами и что же там ну-ка о это рельсовые двухколесник ничего себе я надеюсь что полученная плитка с чертежом вам пригодится да я тоже надеюсь что тут двойной лук о он короче выпускает две стрелы но он уже я бы его взял на самом деле но у меня с луками проблема и в комментариях мне кстати писали помнишь типа у тебя в ботве был лук который выпускал три стрелы и ты говорил что он не экономный так как тратится много стрел так вот этот лук выпускал не три стрелы а одну просто я типа расщепляла на 3 я такой ну ок ладно буду иметь ввиду спасибо за коммент и думаю я все равно здесь еще не находил таких луков вот пожалуйста вот тебе такой лук дальше мы направляемся в хатена ну во первых потому что там мы встретимся с робби а во вторых мы наконец-то перекрасим наш планер ну или перешьем милый хатена а институт где-то наверху был где-то вон он вон там а тут дракон рядом летает ледяной дракоша у них у каждого есть имена мне в комментариях писали но там такие имена что я и сейчас подожди а давай моего за фотками будет имя наверное проверю на ядра вот как зовут этого дракона пускай будет у нас готовенько а теперь красильно где у нас красильно вон где видишь цвета есть разные это скорее всего есть красивые а если упасть у них что-нибудь произойдет со мной в розовый экран нет ничего не произошло идем в магазин 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 приветики все-таки грибные красивые тут ой я тебя вспомнил а точно здорово приветствую уважаемый хочешь добавить света в свой гардероб ты пришел по адресу девиз красильнее восточный ветер красим одежду в цвета вашей жизни для покраски нужны лишь кое-какие материалы и скромной суммы всего 20 рупий ну что пора засучить рукава и сделать этот мир немного ярче что уважаемый у тебя чудесный планер кстати мы теперь еще перетягиваем износившуюся ткань принеси мне понравившуюся ткань и я так обновлю твой планер что все от зависти побледнеют мы всегда рады новым клиентам и сразу хотим преподнести тебе подарок вот возьми эту ткань о ткань от сагана с грибочками это мило ты уже заглядывал в магазин венто эст на входе в деревню там работают сагана знаменитый дизайнер именно она придумала ультра модный рисунок для этой ткани между прочим ткани с уникальными рисунками можно найти в каждом регионе если найдешь новую ткань принеси мне я в два счета обтянул ей твой планер будешь парить со стилем у меня ценовая политика простая и за покраску одежды и за перетяжку планера твоей тканью я прошу скромную сумму в 20 рупий обновить планер в первый раз решил планер перетянуть любезный давай мне свою ткань и я обо всем позабачусь значит вот мой старый планер обычная ткань это планер который мне пура подарила ностальгическая это планер который мне подарил дедок в ботве есть ткани с маланией в конюшни мне ее подарили за то что я пользуюсь конюшней за 4 балла по моему и вот такая ткань которую мне только что сагана подарил ну конечно ностальгическую блин ну как я другую могу ткань то сделать ностальгическая ткань 20 рупий давай хорошо держи отлично сейчас все будет готово и глаза моргут не успеешь ну а зачем я-то туда захожу мне только планер перекрасить так здесь закрепим тут отрежем последний стежок и к полету готов готова залетай еще я всегда рад тебя обслужить стиль них полетов нифига все через трубу меня вау круто реально ностальгия еще бы планер был по форме такой же как тогда ну ничего я этим доволен балдежно хочу посмотреть как он перекрашивает одежду а у тебя еще и квест есть ну давай посмотрим что что там за квесты хочешь дело в том что я хочу научиться создавать ни на что не похожие оригинальные узоры мечтаю чтобы мои дизайны стали такими же модными как у сагана но честно говоря создавать что-то с нуля не так то просто я хочу сделать ткань с рисунком монстра чучу но душа у меня нежная и пугливая к монстрам я не ногой вот бы у меня было изображение синего чучу я хочу ни огненного ни ледяного самый обыкновенный синий чучу вот это по мне хорошо я сфоткаю тебе синего чучу но я хочу посмотреть что то еще можешь красим одежду а он говорит что я не только крашу одежду но могу вернуть и исходный цвет давай покрасим а там дальше посмотрим выбирай краску выбираем значит о прикольно очень круто в черный смотри у смотрится грозу мне конечно безумно красный нравится потому что на маске силуэт иго красным всегда смотрится и он привычен мне так что давай классику бело-черный или черно-белый вот так у давать черный короче покрась меня а он трюфель просит и кремний а трюфель то дорогой ну давай короче ладно а выбери пять так подожди нет давай трюфель мы уберем а крем не возьмем вот так с тебя все можно было это все кремнием заменить то есть тут либо либо можешь грибом можешь кремнием все хорошо перекрашиваем отлично а теперь вдохни поглубже меня сейчас в чан скину что ли ай 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 вот этот попадос блин из-за того что я в маске мы не увидели физиономию линка когда он такой и в этот чан плюхнулся шик и блеск месье новый цвет новая личность ты выглядишь превосходно ну как тебе этот цвет если захочешь перекрасить в другой только скажи ну в принципе мне нравится прикольно смотрится все погнали реально новая личность новый человек а чё кстати бликует красным немножечко мой дэспехи но ничего желтые лямки подожди блин я думал все будет черный ну пофиг пофиг и так нормально в хатенский институт вперед он наверху бегу я такой бегу смотрю туда наверх и думаю чё-то мне как-то в западло туда бежать давай воспользуемся нашим реконструктором и сделаем себе воздушный шар а и он требует 6 зонаров у меня их 14 почему бы нет все он готов а гляди все что делается из зонаров приобретает вот такой вот оттенок такой цвет ничего себе теперь понятно как это все выглядит сейчас это нужно поджечь деревяшку где-нибудь надо взять берем одну вязанку кидаем сюда поджигаем и полетели летим летим ай горю горю слишком близко к огню подошел ну чё вроде бы нормально вроде бы хорошо быстренько сейчас поднимемся наверх потом я долечу до хатенского института но еще надо было сюда шлепнуть пропеллер и тогда мы смогли бы вперед лететь в принципе я боюсь что он сейчас упадет ну давай попробуем я сейчас хочу его достать и посмотреть получится мне о ништяк как надо значит берем пропеллер и в том направлении мне тихо стоп стой 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 назад шар назад вернись капец я упал еще и здоровье потратил шар вернись пожалуйста назад а назад 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 он сможет спуститься успеет нет он капец как медленно спускается он в принципе может опуститься когда там костер закончится но это будет очень долго так вот он опустился и опять наверх полетел а я ему еще такой давай назад а он такой не я дальше назад не могу обломись ну как я так мог упасть то ладно фиг с тобой я подожду когда у тебя закончится там огонь а пока а пока пока чё о казан можно приготовить блюдо правда казан то не горит я там в комментариях куча блюд накидали пиццу все просят сготовить но у меня скорее всего ингредиентов не хватает короче смотрю я на то что у меня есть у меня нету пшеницы у меня нету сыра только козье масло и помидоры там у меня вот я думаю что это те помидоры про которые мне говорили хайрульские вроде бы других у меня не было то есть у меня два ингредиента еще не хватает для пиццы интересно тут есть магазин с продуктами по моему был может туда заглянуть где магазин пойду поищу вот золотое яблоко возьму на стой подожди надо же папку где там этот летит еще дождь паша но там шармишь о о о падает 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 блин ну капец не то что я хотел но я короче все просрал я просрал за нары на которых построил вот этот вот воздушный шар и и сам воздушный шар просрал и теперь еще и пропеллер как бы не незачем потому что все просрано вот эта жизнь во кажется тут магазин давай зайдем и добра пожаловать добра пожаловать что у тебя тут есть дай посмотрим молоко давай купим он говорит сагана владелец этого магазина одежды напротив превратила нашу деревню настоящую столицу моды так я смотрю у вас тут одни грибы у тебя тоже на башке гриб дальше яйца нам не нужны хайрульские помидоры в принципе тоже не нужно это хайрульский рис а пшеница есть а вот рецепт есть смотри надо его зафоткать готова потом по нему чем изготовим по подожди тут у нас что козье масло блин ладно раз нету сыра то я тогда пошел что тут еще делать то так я не понял а где мой пропеллер кто вы пропеллер свистнула вот же жулики специально тут оставил короче пойдем поспим восстановим здоровье и попремся в гору к институту хатена здорово да вы тут все же грибными шляпами да походу на эту моду повелись давай мне короче мягкую за 30 рупий обычная стоит 20 она мягкая лучше высплюсь утром меня разбудите пожалуйста все спокойно ночи уже 10 минут первого ночи я все на ногах отлично дополнительно сердечко получил понравилось спать на мягкой кровати конечно чувствую что выспался лучше чем обычно ну всего доброго тогда давай пока а я в институт пойду учиться ох навеивает воспоминаниями когда я в первый раз здесь бежал к этому институту хатена здесь меня встретила маленькая девочка по имени пура хатенский институт ну что ж здравствуйте здравствуйте а здесь ты уже чего у тебя тут есть интересного куча занавеской дрибухи кстати а где телескоп куда у тебя делся телескоп а ну-ка сейчас я наверх шлеплю все здесь нельзя вова здесь где-то можно было телепортно поехали наверх тут же по моему был огроменный телескоп институте хатена и куда же он пропал кстати погляди тут тоже лягуха вот это вот есть странно так может быть это лягуха не к клану ига относится почему не на морде там а у нее морда открыта нет у клана ига другая лягуха значит все ясно тут зайти можно по можно открыть это может дневничок езди тут же комната пуры раньше была или она еще выше поднимись еще выше и знаешь что интересно нет отголосков вот щупальца вот этих вот роботов остались на хотенском институте но самих этих роботов я не вижу помнишь после войны целая территория была ими усыпана а сейчас вообще ни одного не видать что очень подозрительно ладно пошли сюда я так полагаю что теперь хотенский институт принадлежит исключительно робби ура здесь вообще не живет дневник пуры о а вот и дневник пуры давай почитаем мне надоело что со мной обращались как с ребенком поэтому я вернулась к разработке вечной молодости в прошлый раз эта технология омолодила меня на сто лет собственно и превратив в ребенка с учетом этого я понизила мощность когда я осторожно направила луч на себя я повзрослела на 20 лет как и надеялась эксперимент удался теперь я больше не хожу пешком под стол мое 20-летнее тело прекрасно переносит недосыпание я могу работать по ночам а какая у меня кожа я уже решила где спрятать три главы дневника а последнюю я отнесу на северо-восток окалы окальский институт отлично для этого подойдет в такую даль точно никто не доберется то есть подожди она специально разбросала свои дневники в надежде на то что их кто-то найдет и прочитает а дневники это же вообще как бы личная информация странная девчуля пура это сколько тут фоточек то ты посмотри это все она нарисовала видимо но не знаю милая комнатка ничего не скажешь все пойдем крови кстати а вот и воздушный шар видимо на котором робби сюда прилетел робби ну чё рассказывай доброе утро прекрасное утро не правда ли приветствую все оборудование института готова я тоже готов провершить науку для начала займемся локатором дай-ка взглянуть на твой пураншет да ради бога держи 1 2 1 2 2 3 3 локатор готово теперь локатор должен подавать звуковой сигнал когда рядом находится светилище ну здорово отлично я настроил локатор прогуляюсь ка здесь внутри института протестирую его ну хорошо вот локатор уже пиликает внутри института прогуляться так лесенка куда лесенками куда подожди и чё я должен тут найти то внутри института это куда мы еще не закончили испытание локатора немедленно вернись да твою налево локатор еще на стадии тестировать так что не бегать с ним спокойно иди на звук ладно ну типа вот куда-то сюда меня звук ведет я короче очень медленно хожу чтобы понять куда локатор меня ведет и он ведет меня так так ты это слышал локатор уже на что-то реагирует он подает сигнал когда ты приближаешься к светилищу судя по всему оно должно быть на склоне холма рядом с институтом странно я не помню чтобы там было светилище я в качестве своего прибора весьма уверен если вдруг оно вышло из строя будет очень достатно слушай а не мог бы ты прогуляться по склону посмотреть на что реагирует локатор ну хорошо пойдем сходим выясним так куда на в каком направлении это идти туда нет там не пищит там не пищит то есть нам вот 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 сюда надо идти ну погнали а где-то здесь под землей что ли вот я спускаюсь прямо вот тут прям прям вот сюда вот куда-то он меня ведет кажется с этой стороны светилище должно быть ну-ка я посмотрим вот пещера какая-то открытие мистарская пещера что что-то интерес такого-то в этой пещере о жаба получила жаба где заяц 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 попал мне попал так и где же светилище странно может мне наверх подняться ага вот оно светилище за закутком было ну давай его отметим тогда ты нашел светилище да 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 мой припор просто безопречен если будешь следовать за сигналом локатор ты точно найдешь светилище что ты уже нашел светилище впрочем почему я удивляюсь ну и как тебе локатор удобно да ну и чё бы я же сам его придумал вот если бы еще локатор показывал где светилище находится на уровень выше или на уровень ниже вот тогда бы было вообще великолепно так так я тебе все рассказал но я же тебя не первый день знаю в одно ухо влетит другое вылетит погоди-ка минутку ага вроде все записал осталось только повесить здесь и идеально это инструкция по использованию локатора здорово я придумал да теперь ты всегда можешь заглянуть в нее если забудешь как пользоваться локатором я ее сам написал вот какой я молодец ну что ты уже оценил потенциал пураншета кстати пока я тебя ждал я успел придумать для него новые функции даже прототип уже собрал так что добавить их пураншет будет проще простого единственное тебе придется собрать дополнительные данные чтобы я мог завершить калибровку скажи когда захочешь этим заняться думаю пока что тебе и с локатором занятий хватает как освоишь его приходи ко мне до новых встреч а ну хорошо ладно хух давай почитаем инструкции по это читать надо ну в принципе мы уже разобрались все пора сваливать отсюда с этого института слишком много умных слов иди сюда давай спускаться вниз разбег от стой стой да ё-моё да что ж такое то с разбегом не получается курицу держать иди сюда я с тобой еще не закончил я хочу полетать великолепно у меня это вышло давай парим парим как можно дальше бедный петок говорят что курица не умеет летать но как видишь они даже человека могут таскать на себе ну вот и чудно прилетели а это чё помидорки что ли так курица да это точно помидорки мои любимые помидорки фермер выращивает их тут ну и напоследок сегодня для затравочки мы посмотрим одно воспоминание я как раз сейчас подлетаю геоглифу в виде краба который расскажет нам то что было тогда осталось только найти нужную слезинку и кажется я ее уже нашел вон там заполнена слеза это говорит о том что здесь то что нам нужно вот она вот она мах Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают